Сегодня, как и обещала, я буду делать курник. Для курника мне понадобится, вот я так написала рецепт того, что должно входить в сам курник, но в фабоксе я потом подробнее все напишу и допишу, если что-то я изменю в составе рецепта. Для теста мне понадобится мука, муфет 2-390 грамм, 3 стакана граненых жирной сметаны, жирная, достаточно 25 процентов, я ее брала в белорусских продуктах, ложка не стоит, но у меня сама ложка тяжелая, 300 грамм сметаны, 100 грамм сливочного масла, я его уже растопила, 2 яйца, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара для теста. Для начинки мне понадобится лук, я хотела 3 луковицы среднего размера, 250 грамм скомпиньонов, я их уже помыла, куриные бедра, я выплатила грамм без кожи и качей, почему я приберу красное мясо, там стану жирненькое, и все-таки жирок у него остался, и в курнике будет сок давать все это. И взяла картошки, у меня вышло 600 грамм картошки, я ее почистила. Ну, соль и специи для начинки по вкусу, я думаю, здесь чайная ложка соли, пол чайной ложки хмелицинели, пол чайной ложечки укропа, ну, по ходу приготовления я еще буду добавлять туда соль и специи, чтобы довести в консистенцию до вот такого вкусного состояния. Теперь мы займемся приготовлением самого теста. Я поразила два лица, немножечко их взболтаю, и отправлю на глубокую миску, и вот я замешиваю на его тесто для корняка. Ну, все, взбивать я не буду, так вот, слабочко. Сюда же добавляю растопленное масло, оно у меня уже немножко остыло. Тихонечко мешать. Сюда же отправляем соду, получаем соль и все. Сюда же добавляем сахар с солью. Сюда же по пол чайной ложечки у меня там. Так, отправляем. Муку я буду добавлять с песчанью, потому что перца я буду смотреть на консистенцию, чтобы оно было очень мягкое и эластичное. Я отходила от рук, то есть переборщить с мукой нежелательно. Ну, добавить, если не хватит, можно будет добавить. Все, сейчас у меня пойдет постепенно, постепенно буду добавлять туда муку. Муку еще раз говорю, что я уже просеяла. Буду потихонечку сюда отправлять и вымешивать уже, вымешивать тесто. Ну, вот тесто у меня получилось. В ходе приготовления теста я все-таки еще по консистенции смотрела и добавила 120 грамм муки. То есть у меня получается где-то приблизительно на весь набор продуктов, в виде сметаны, масла, около 500 грамм муки. Такое вот тесто получается эластичное. Вот оно прям приятное очень на ощупь. Сейчас скатаю из него шар и уберу его в пакетик. Теперь я займусь подготовкой всех моих ингредиентов для начинки. Лук я буду нарезать вот такими кубиками. Картофель тоже буду нарезать вот такими кубиками небольшими. Грибочки такими же кубиками. И саму курицу тоже вот маленькими кусочками буду сейчас нарезать. Для начинки я все ингредиенты порезала. Картошечка кубиками, грибочки, курочка, лучок. И сейчас я все это соединю вместе. Вот такая однородная смесь. Да, грибов у меня было много, но грибы имеют свойство шампиньона уменьшаться в объеме в процессе приготовления. Картошечка как гарнирчик идет. Вот с небольшими кубиками, потому что готовить я буду в маленьких емкостях. Раскатывать толщиной 3-4 миллиметра. Не очень толстые, не очень тонкие. Тесто катается даже к скалке не литменько, я ничем не смазывала. Тесто раскатывается великолепно. Зонкости свои, формочки, я сейчас смажу сливочным маслом, чтобы тесто не прилипало. И уже буду укладывать туда, например, для тесто уже. Ну да, как раз уже 3 миллиметра, где мы делаем толщине есть. Даже морской тоньше у меня получил. Сейчас эту формочку смажу на том. И буду снова кладывать тесто. Вот у меня получились 3 такие заготовочки. Думаю, что, наверное, еще на четвертую хватит. Потому что начинки-то у меня много. И я буду начинку нашу отправлять помяком сюда. Я вот подготовила одну крышечку. Сейчас не слой раскатала. Сейчас я буду защипывать. В общем, хорошо защипнуть, чтобы они не раскрылись в процессе приготовления. С остальными делаю то же самое. И уже вернусь к вам в процессе приготовления в печках. Вот такая красота у меня получилась. Я уже подготовила две. Так как у меня в печку вмещается такая форма в одну одна. И у второй тоже буду я пробовать делать одну. Я сейчас вам покажу первую партию, которую я загружу. Чтобы сверху корочка была симпатичной, коричневой, я смажу поверхность яйцом с водой смешанным. Так вот, перед тем, как отправить для выпекания. У меня желток и немножечко воды я заболтала, взбила. Первый корник я буду делать в печке древ гриль. Буду делать на режиме 160 градусов выпечка. Первый раз я делаю в зиму, поэтому попробую. Загружаю такой наш курничек. Я его не прогревала, короче. Главную печку я никогда не прогреваю, для того, чтобы даже выпечку делать. Вот, режим выпечки выбирали. Он дает максимальное время 30 минут, так как у меня в приготовлении, наверное, 40 минут до часа. Все будет зависеть от того, как картошка будет готова. Будем смотреть по времени. Нажимаем на старт. Первый у нас пошел в курточку. Вторая печка у меня тоже здесь в гриль. Вот такая печка мини-бар. Место в них хватит для двух курничков. И я ее сейчас прогреваю. Оставляем в курточки. И в духовочку. Я смазала тоже сверху яичным желтком. Один. Калькула, вторая настала. И у нас все справляется. Здесь тоже у печки режим 30 минут. Я пока выставлю на 30 минут. И по поводу приготовления буду смотреть, что у меня все это получилось. Окей, у нас эти печки уже прошло 12 минут. Как мы видим. И сейчас хочу посмотреть. Да, вот такая вот красота получается. Пробовать начинку сейчас на готовность пока не буду. Потому что мы все равно в 10 минут еще не успели приготовиться. Я сверху вижу кусочек курочки. Он еще бледно такого цвета и виденства. Он еще не готов. Продолжим приготовление. Вернусь к вам, когда у меня у вас какой-то результат. Прошло полчаса. В этой печке все у меня пропищало время. И сейчас я посмотрю, что происходит здесь с корником. Вот такая история происходит. Выделился сок. Как я говорила, что воды я не добавляла туда, потому что грибы должны были дать свой сок. Вот сейчас ножичком проверяю. Ну и, наверное, еще можно поставить минут на 10-15. Ну, вот здесь грилечку. Это на режиме выпечка готовят очень замечательно. При 160 градусах этого достаточно. То есть не 180. Ну, вот курица, насколько я понимаю, уже практически готова. То есть филея куриная там готова. До картошки я не могу добраться. Но, по идее, вся начинка ножом протыкается очень-очень хорошо. Ну, наверное, картошка еще все-таки твердоватая. И я еще поставлю минут на 15. То есть я убираю опять-таки режим выпечки. И уменьшаю время до 15 минут. Посмотрим, что будет через 15 минут. В этой печке я включила сейчас пока что режим выпечки, потому что подогрев мне показалось, что немножко маловато будет. Ну, вот у меня пока там такие близненькие курики. Но они стоят там 15 минут по времени. Так что еще пусть стоят готовы. Вот, как мы видим, печка у меня уже перестала работать. Скажу сразу, после тех 15 минут, которые я добавляла, я еще добавила 15 минут 380 градусов. И закрыла немножко фольгой, чтобы у меня верх не пригорел. То есть очень быстро верх готовится. Вот, что у меня вышло. То есть сок потек. Немножечко тут. Ну, в общем, получилось красиво. В той печке второй я тоже добавила времени на выпечку. И тоже накрыла фольгой. То есть получается, что где-то приготовление составляет час 10-час 20. В итоге вот какой курник у меня получился. Он с этих сторон припеченный. Такой красивый. По бокам тоже протекся. Тесто пропеклось. Получилось очень красиво. Попробуем его разрезать. Покажу вам, что получается. Он разрезен. Пару еще из него выходит. Тесто режется. Оно похоже чем-то на удобное на печенье. Вот, у нас такой курочек получился. Вот, начиночкой. Все пропеклось. Курочка пропеклась. Картошечка пропеклась. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Хорошего вам сеньвечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok